Добрый вечер! Эфир океарской студии Телерадиовещания продолжает информационный выпуск новостей Хайбунского района. В студии с вами Гузель Нарбутина. Смотрите сегодня в выпуске. Представители Океарского сельского совета, а также председатели общества ветеранов района поздравили ветеран Великой Отечественной войны с Днем Защитника Отечества. В районе прошли профилактические мероприятия под условным наименованием «НЕВАД». В селе Самарское прошли соревнования по хоккею, посвященные месячнику оборонно-массовой работы. Об этом и не только прямо сейчас. В канун Дня Защитника Отечества по традиции в первую очередь поздравляют ветеранов Великой Отечественной. Не стали изменять этой традиции и в этом году. Представители Океарского сельского совета, а также председатель общества ветеранов района наведались в гости к ветеранам и поздравили с праздником. Ветераны такому вниманию и гостям были очень рады, ведь многие из них сейчас в преклонном возрасте и посещать массовые мероприятия удается редко. А праздник 23 февраля для них является одним из самых значимых событий, ведь именно они обеспечивали стране надежный тыл во времена Великой Отечественной войны. Многие снискали славу на полях сражений. 22 февраля в районном Доме культуры прошел концерт, посвященный Дню Защитников Отечества. Торжественное мероприятие, посвященное этой славной дате, открыл хор Министерства внутренних дел, в составе которого были и сотрудники правоохранительных органов, и самые маленькие, но значимые звездочки данного мероприятия – дети. В этот день поздравления принимали защитники Отечества всех возрастов. Всех присутствующих со знаменательной датой поздравил глава Океарского сельского совета Эльдар Буранбаев. Этот праздник наполнил людей любовью и душевным теплом. В этот день в адрес тех мужчин со сцены звучали слова поздравлений, пожеланий смело преодолевать любые препятствия, быть мужественными, достигать поставленных целей. Ведь настоящих мужчин трудностей не отпугивает, а наоборот вдохновляет на новые подвиги. Сегодняшнее мероприятие мне очень понравилось. Было очень много достойных номеров. Ну, также все артисты очень талантливые. Особенно отличился, по моему мнению, отдел внутренних дел Хайблинского района. Они, несмотря на свою занятость, пришли, поучаствовали, подарили зрителям радость, эмоции. Спасибо им за это большое. Своими талантливыми выступлениями порадовали зрители не только артисты местного Дома культуры, но и самодеятельные творческие коллективы разных организаций. Также большой восторг у зрителей вызвали выступления вокально-инструментального ансамбля школы искусств Силакяр, танцевального ансамбля СИДМ местного Дома культуры. 21 февраля прошли профилактические мероприятия под условным наименованием «НЕВАТ» при сотрудничестве личного состава отдела МВД России по Хайблинскому району и Народной дружины. Продолжение темы в следующем материале. Профилактическое мероприятие началось в собрании с участниками рейда в здании полиции. Перед тем, как начать работу, все присутствующие прослушали лекции на тему прав и обязанностей Народной дружины и совместной работы с сотрудниками МВД. После распределения на группы, где на одного сотрудника МВД пришлось два члена Народной дружины, участникам рейда вручили специальные повязки. Нужно отметить, что в районе Добровольная народная дружина была создана еще летом 2016 года и официально зарегистрирована в городе Уфе как общественная организация правопорядка. Основной задачей дружины является оказание помощи полиции в охране общественного порядка и защиты граждан от преступных посягательств. Патрулирование общественных мест и улиц села, сельских поселений района народными дружинниками осуществляется в тесном взаимодействии с органами внутренних дел на основании трехстороннего соглашения о сотрудничестве между администрацией Хайбульнского района, управлением МВД России по Хайбульнскому району и Народной дружиной. Члены Добровольной народной дружины имеют почти такие же права, как и сотрудники правопорядка Российской Федерации. И у каждого дружинника есть свое удостоверение. Цель и задача наших сотрудников и при совместной работе с народными дружинниками выявлять, пресекать правонарушения на территории Хайбульнского района. Планомерно будем распределять работу народных дружинников, а именно по сельским поселениям, согласно плану рассмотрим, какие варианты, в какое время и когда будет наилучшее время для работы именно совместно с народными дружинниками на нашей территории Хайбульнского района. После формирования группы участники данного рейда разъехались по местам назначения. Пропилактическое мероприятие касалось не только районного центра, но и других сельских поселений района. Всего в районе число вступивших в ряды народной дружины составляет около 260 человек. На сегодняшний вечер на помощь к органу правопорядка было заявлено 15 дружинников. Остальные члены народной дружины совместно с сельскими советами своих поселений участковыми, прикрепленными заданными участками по приказу действовали на местах. Мы рады, что дружинников действительно привлекают на общественную работу. И то, что раньше были дружинники в советское время, в настоящее время Российской Федерации законодательно принят, утвержден, закон есть о дружинниках. Совместно с сотрудниками полиции работаем, оказываем им поддержку, помощь по сохранению общественного порядка. Граждане, народ с пониманием относится к нашей работе. И в дальнейшем, чтобы правонарушение селья АКР поменьше будет, я думаю. Сейчас продолжаем патрулировать совместно с народной дружинниками. Они нам помогают. Совместно работаем. В ходе операции «Невод» было выявлено 20 административных правонарушений. По окончанию мероприятия были известны результаты профилактических работ по району и сделаны соответствующие выводы. Лясян Байгожина, Альберт Узбеков, Ильнур Крымгожин, Ильган Хусайинов. Служба новостей. Район Байгожин, Ильган Хусайинов. Зюльфиза Рахматова был Байгилай 2-ти этап 40-наша. Туғдысық вастал қалантын болтыр башқыр халы бүйеумінен сағаш яхаған. Бұйыл ихат Таджик халқы бүйеумін өйреніп келген. Осталы кемели ихатинен да, бүдінселеклі бүйеум хайлаумінен да ултамашасларын да, жюри азаларының да көңгіленге оланын. Бұйыл мұна Таджикский бүйеумінен келді мінді. Мен бұға бекінің әдірләнді мінді. Барғылы әдірләнген енді. Бұтахылы бек хайвәті бұлайын. Башқырт бүйеудерін үрттіру, пропагандылау, таланты расу мақсатында үштірілген бұл конкурс саластыр. Бұл үрттің үлттің үрттің 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 бұлайын. Педагогов, желания педагогов, и хотелось бы сказать огромную благодарность многим нашим педагогам-самистителям, которые работают с детьми, несмотря на то, что это их только как бы совмещение, то есть это не основная их работа, но они стараются ради детей, они воспитывают в этих детей любовь к танцам и развивая их творческую личность. Кубер Академия Шоуэх милет бюйдариминан 4 реттен, заманса Истрады бюйдариле тэгзимидидэм. Республикабыда ешэган башка милет вакилдарының халық бюйдарының башкаралы ойнхә Сараға-Ейгорнурада емістәлі. Джимми-Джимми. Бұл дүшімен я хочу стать танцором. Пятый раз, наверное, уже приезжаем. Танц называется «Кокок». Ну, упорно готовились, так, каждый день собирались. Думаю, что победим. Надеемся. Бағалар Ижады-Юрті тарафынан ел хайын ойштырлып келген бейгінің байылғығыла таланттардың ифрақ кубулуына сұқаны. Келесекті бұл мәртәбәлі конкурс ұқықтарын кенейтір. Там үйт традицияларна тұғрық қалып, әліне-әлі балық күнділдар үштіңіна бұл жылы кетірті пашанға келі. Танелі башырва Альберт үзбәкі, Финнер Хрылғғғын иған қосайының ялықтар хаматы. В физкультурно-оздоровительном комплексе Акьяра прошел ежегодный турнир по мини-футболу, посвященный памяти воинов-интернационалистов и выводу советских войск из Афганистана. Данный турнир проводится ежегодно на протяжении 25 лет. В соревнованиях приняли участие 4 школы, которые, согласно жеребевке, играли по круговой системе, где команды встречались друг с другом в ходе турнира. В спортивном зале кипели нешуточные страсти. Забитый или пропущенный мяч в ворота вызывал бурю эмоций не только на трибунах болельщиков, но и на спортивной площадке. После сыгранных игр места распределились таким образом. Третье место заняла команда 1-й школы, 2-е – Буребая. Почетное первое место заняли юные футболисты 2-й школы села Акьяр. Лучшим воротарем турнира признан Равиль Иарг Мухаметов. Лучшим нападающим – Амур Фаррахов. Команда победителя были награждены грамотами, призами и кубком. Вот уже 25 лет мы проводим этот турнир. В этом году участвуете вы. Вы все у нас будущие защитники Отечества. Когда вам не склонится 18 лет, вас призовут в Альмию. Вы не бойтесь этого. Вы сейчас уже подготовлены, я вижу, все настроенные, физически, морально готовы. В селе Самарской прошли соревнования по хоккею, посвященные месячнику оборонно-массовой работы. Испытать силу воли и мужской характер в поединках на льду приехали команда из сел Буребай, Татрузяк, Акьяр и Самарская. По настроенной игру было видно, что некоторые команды к хоккейным матчам готовились заранее, а другие, не отличающиеся особой сыгранностью, все отрабатывали на ходу. Тем не менее, все встречи прошли увлекательно. Несмотря на то, что хоккей играли не профессионалы, а любители, турнир был сложный и захватывающий. В сегодняшней игре готовы, тренировались тоже много, много, долго. Вот сейчас на днях друзья тоже собираемся ехать играть, тоже готовимся. Начиналось с речки, на речке играли когда, потом здесь коробку построили, на коробку перешли. За последние два года у нас с построением этой коробки, конечно, интерес к хоккею возрос ежегодно. Ежегодно, каждый день практически играют, сами же чистят коробку, принимают активное участие. Уже требовать начались родители, чтобы покупали клюшки, коньки. Сейчас хоккей начал развиваться. Ну, мы их отрываем от телевизоров, от этих компьютеров отрываем, и то, да, темно здесь стучат, играют, физически развиваются. В наше время не было таких условий для игры, для занятия спортом. Ну, как говорится, имелся небольшой спорт, спортивный зал в Антенганской средней школе, который ограничил наши возможности. Ну, было желание играть за пределами нашего села. Мы в каком году, сейчас не припомню, выезжали в Сарай-Бурибай, играли где-то в районе Таналычки, там стадион есть. Ехали на велосипедах, вся команда футбольная, велосипедах на рамках. Мы ехали на велосипедах, это 29 километров. Я был капитаном футбольной команды, и на рамке еще привез туда вратаря. Ну, правда, мы проиграли, но сейчас, учитывая то, что сегодня представляется транспорт, автобусы, все соответствующие обмундирования, есть посильные возможные условия, чтобы притворять спорт в жизнь. Поэтому не надо выпускать этот момент молодежи, надо играть и надо продвигать, как говорится, спорт. По итогам напряженной игры почетное третье место заняла команда Силата Трузяк. Хозяева стали вторыми, а Пальма первенства досталась в Рюбаевской команде. Это была вся информация сегодняшнего выпуска. Я вас благодарю за внимание, желаю вам всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин